Итак, всем привет, с вами Суслик, а это новое видео на канале. Я сам удивлен, что оно вышло, а может и не вышло, может я его буду снимать несколько лет, но не суть в общем. И сразу перейдем сначала к спонсору, значит это видео доступно только потому, что у нас появился спонсор, это замечательный магазин вещей ксго, ксгорандом.ру. Так, секундочку. Вот, вот так вот это будет. Вот, ксгоранд.ру, всякие рандомные шмоточки для кса. Вау, ножик за 3000 рублей, неплохо так. Заходите, покупайте, не наеб, отвечаю, просто клянусь всем, чем можно. Ну и давайте вернемся к нашему видео, собственно. Сейчас вы видите на экране загрузочный экран, ну не загрузочный экран, просто меню, игры Ossu. Я не уверен, что многие из вас слышали про эту игру, если слышали, то молодцы, следующие несколько роликов вам будут бесполезны, наверное. А вот те, кто не слышал, очень даже полезны. Для начала объясню, что это вообще за игра. Вот, суть, такая игра, где на самом деле все очень топорно. Тупо играет музычка, и вы поэту музычку должны нажимать на кружочки, которые возникают на экране. Но, когда вы увидите на ему что-то такое, поверите, вам не будет казаться это таким простым. Вот. Немножечко отойдем от этой темы, хотелось бы пояснить, почему не было видео про Gamescom. По-моему, с того момента мы вообще не выпускали никаких видео, было обещано снять какие-то видео про Gamescom, но произошел такой форс-мажор, я попал в больницу, меня диагностировали острый аппендицит, меня прооперировали, прооперировали неудачно, пошел абцесс брюшной полости, можете погуглить, что это такое, это очень страшная вещь, но я вроде как жив пока что, ну вот, и все со мной хорошо. Секундочку, что-то... Почему я хочу рассказать про игру Osu? Потому что это игра, в которую я на протяжении уже месяца играю почти безостановочно, играю только в эту игру, ни в какую большую игру не захожу. Почти те люди, у кого есть друзья в стиме, могли видеть, что я максимум там куда захожу, это Planet Reannigilation, об этом, может, попозже еще тоже расскажу про эту игру. Записать точно не смогу, потому что эта игра очень требовательна. И вот в Osu я дропнул Dota, последний раз у нее заходил 10 ноября, я дропнул CSGO, я вообще все дропнул, играю только в Osu. Потому что эта игра реально затягивает. Вообще, на самом деле, эту игру сравнивать с какими-то другими бессмысленно, но я все-таки это сделаю, я сравниваю ее с той игрой, в которой правил 1700 часов, так, конечно же, Dota 2. В общем, вот. Почему Osu, на мой взгляд, превосходит игру Dota 2? Потому что здесь, элементарно, все зависит только от тебя. Здесь не зависит почти ничего от команды, от всей этой херни, от зоотары. Все зависит от того, как ты быстро можешь нажимать на клавиши и вводить там мышкой или планшетом, попадая по кружочкам, понимаете? Ну, это реально звучит очень просто. На деле это все намного сложнее и интереснее. Ну, и, конечно же, еще один плюс в сторону Osu, то, что тут нету дебилов, как в Dota 2, в каждом пабе. Я просто уже охренел, понимаете? Вот я сколько играл, мне два, около двух лет. Я просто меня тошнить уже начинает от людей, в принципе, потому что настолько они тупые. Я не могу нормально никак с ними общаться. То есть я, например, вот понимаю, что я играю хорошо, да? Да, возможно, люди, у которых 15 тысяч часов сейчас меня плюнут, но не суть. Я думаю, что я играю хорошо, но я это никак посмотреть толком не могу, потому что нету никакого реально четкого показателя моей игры. ММР – это все херня в ММРе. Опять же, все зависит от даунов, которые вам попадаются в пабе. Вот. А даже если вы играете со своими друзьями, все равно нету той дисциплины, которой хотелось бы. А у нас-то все понятно. Ты играешь один, у тебя есть рейтинг, все видно, виден твой прогресс, просто вот как, я прям не знаю, вот я сейчас покажу, как на ладони все видно. Так, сейчас я переведу экран. Вот мой профиль посу. Здесь куча графиков, все видно, все понятно. Виден твой рост, видно то, как ты играешь. Это все очень приятно видеть. Ну, собственно, знаете, это реально очень так стимулирует играть лучше. В отличие от доты, где ты тупо играешь, ты либо выиграл, либо проиграл, ты можешь посмотреть свой винрейт, я не знаю, ну и все такое. Но опять же, все зависит от команды, а не от вас. Так ладно, вернемся к косу опять. Еще одна причина, почему я собираюсь сделать несколько роликов о бусу, в январе я собираюсь приобрести некий девайс, связанный с этой игрой. И хочу сделать на него небольшой смотр. Отсюда вытекают также сравнения вариантов игры, сравнения клавиатур для игры, мышек, фигишек, всех этих дел. Ну, чтобы это все поняли мои зрители, мне для этого надо, конечно же, сделать пояснение, что такое вообще осу. Вот, поэтому я делаю такие видео. Ну, вот такое вот, такое вот вводное видео. Давайте я, наверное, сейчас сыграю прям в лайв-режиме какую-нибудь карту. Пытаюсь выбрать мне аниме и не пони. Да, потому что здесь реально, в этой игре, аниме и пони, просто вот 50% игры это аниме и пони. Но, если вы пони-ненавистник там и ненавидите аниме, то, в принципе, для вас тоже здесь будет достаточно карт. Сейчас я попробую такую найти, собственно. Так, это аниме. Ну, это, блядь, евробит, ненавижу его. Вот здесь мне пришлось заглушить видео, потому что я понял, что я случайно прошелся по картам музыки пендулум. Понятное дело, мне из них забанят. Я не знаю, что это за группа, но я понимаю, что это какая-то, ну, что-то необычное. Вот, я уверен, что меня за это забанят, поэтому просит, что здесь вырезал кусок звука. Я там объясняю, что я пытаюсь найти какую-нибудь такую карту, которую вам будет интересно смотреть, не очень длинную, но не очень сложную. Ну, вот, вроде бы пояснилось, смотрите дальше. Так, я думаю, за это меня не забанят, потому что это вообще херно отчет. Я первый раз играю. Давайте посмотрим. О, мой Бог! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...